это возможно хотя таким уже давно не занимаются первый раз я смотрел этот фильм в далеком 2007 году когда был совсем карапузом и смог по-настоящему насладиться этим кино поскольку сейчас когда я пересматриваю этот фильм наслаждаться мне мешает большое количество косяков натяжек и преувеличений несмотря на то что антуан фукуа режиссер этого фильма говорил что хотел сделать этот фильм реалистичным у него к сожалению не получилось они приглашали профессионального снайпера профессионального военного который консультировал их на протяжении всего фильма но при этом есть такие моменты от которых хочется сделать конечно вот так фильм начинается с места в карьер сразу подготовка к перестрелке герой смотрит в прицел и видит марева воздух неравномерный в некоторых местах он более плотные и менее плотные более теплый и менее теплый и вот эти перемещения воздушных масс как раз и вызывают марева и искажение картинки например в астрономии используют адаптивную оптику это очень дорогое и продвинутое устройство и и она позволяет как бы распрямить эту картинку убрать марева здесь же надо уметь работать с оптикой и есть некоторые приспособления которые позволяют это марио несколько снизить например ствол когда перегревается а перегревается он далеко не только тогда когда вы много стреляете ствол может быть металлическим черным и когда на него попадает лучи света то он просто нагревается и сам по себе начинает нагревать воздух вокруг себя есть специальное устройство специальная лента которая идет на протяжении ствола является барьером между стволом и линии прицеливания немного не об оружии а пройду и наши герои едят сушеную говядину сушеная говядина здесь показано неспроста дело в том что когда вы идете в далекий выход вам каждый грамм на счету винтовка которая там используется м40 весит 70 половиной килограммов без прицела а у вас еще и бар от собой еще карабин м4 еще боеприпас и какое-то количество воды должно быть собой и одежда и все вот это надо перед собой под жарой поэтому каждый грамм на щиту и нужно использовать еду которой с одной стороны калорийная с другой стороны легкая так вот сушеная говядина она обезвожена и при этом достаточно калорийный он делает свой первый выстрел этот выстрел он делает на дистанции 800 метров мне пришлось специально останавливать картинку и рассматривать что там написано в блокноте и слушать их переговоры и в блокноте и устная речь идет о 870 ярдах что является эквивалентом 800 метров на такой дистанции пуля естественно летит не по прямой она летит по баллистической дуге подлетное время я посмотрел баллистическом калькуляторе полторы секунды там не просто нужно совместить перекрестие и голову вашего врага а нужно прицелиться вместо впереди камера у нас показывает что перекрестие находится на голове нужно прицелиться на упреждение в то место куда приедет наш товарищ далее как я говорил в других разборах снайперы не стреляют на длинные дистанции в голову потому что голова шевелится поворачиваться можно чихнуть все что угодно может произойти кроме того голова меньшая мишень чем хотелось бы поэтому стреляет в центр масс стреляют в корпус самое главное что террорист едет на машине в багажнике его болтает и в пространстве он перемещается с достаточно большой скоростью поэтому то что первый выстрел произошел в голову на такой дистанции попал это настолько сильное преувеличение настолько маленькая вероятность что это может произойти что я считаю это просто ошибкой и глядя на этот эпизод я в него просто не верю но дальше хуже когда он делает первый выстрел попадает он делает второй выстрел через стекло в кабину водителя и опять попадает потом он стреляет третий раз опять попадает 4 5 и ни одного промаха и все в голову такой сумасшедшей дистанции конечно хрень дальше по фильму его товарищ берет гранатомет подствольный гранатомет м203 для не знаю для чего для какого-то большего эффекта стреляет по навесной траектории опять на 800 метров граната 40 миллиметровый летит на 400 метров максимум да если они находятся на возвышении можно еще прибавить некоторое количество но не удвоить дистанцию стрельбы опять же преувеличение реальных возможностей оружия но то как выглядит взрыв и переворачивающаяся машина я думаю вы сами оцените насколько это правда под покупаем всякую хрень правильно говорят вы платит вдвойне мы все из самых добрых побуждений чтобы сэкономить семейные деньги пытаемся покупать товары подешевле вот и я туда же рукоятка компании fab defense ну почти только с алиэкспресс выглядит вроде бы отлично и цена в три раза дешевле за копейки покупаешь потом ставишь она не ставится потому что облой не позволяет поставить и дырка чуть-чуть не совпадает когда крутишь с напряжением ну и пластик скользкий не такой как оригинальный вроде купил удовольствия нету приятно порекламировать хороший тюнинг хотя вы лучше меня знаете что fab defense в рекламе не нуждается те кто попробовал хоть раз обычно не разочарованы разумеется чтобы вам не подсунули подделку покупать нужно только у надежных поставщиков официальный дистрибьютор fab defense тактические решения отправляют оригинальную продукцию по любым направлениям и вы можете заказать себе тюнинг на к платформу на сайте wildberries цевья рукоятки приклады с трубами вообще можно подобрать много чего пистолетные рукоятки пмг на макаров сошки пресижен байпод приклады юс свд и м4 свд ну и конечно знаменитые крышки на к под установку оптики всегда лучше взять оригинальный продукт от официального дистрибьютора особенно когда цена адекватная в прошлом нашем разборе я задавал зрителям вопрос что не так с вот этим кадром с ним тоже самое не так что и с этим кадром и в первом случае и во втором случае посмотрите что не так отвечаю нет отдачи отдача на 12 калибре в первом случае и на 308 тире 762 на 51 надо во втором случае достаточно существенная а здесь поскольку стрелок использует холостые патроны отдачи нет обычный физический принцип что сила действия равна силе противодействия обозначает что если туда у вас что-то мощное летит то и обратно достаточно мощное летит за минусом массы оружия все равно получаете пинок в плечо и кстати при выстреле пёс даже никак не отреагировал но возможно это стрелковый снайперский пёс некоторых лошадей учат не бояться выстрелов животные как и люди привыкают в том числе и к стрельбе кстати если вы еще не видели то рекомендую посмотрите недавний разбор фильма схватка как мы видим и по фильму и в жизни марк волберг левша что это значит для стрелка это важно когда он стреляет из длинноствольного оружия то приходится выбирать для упора либо левое либо правое плечо я правша я упираю в правое плечо оружие но волберг левша и ему приходится упирать оружие в левое плечо и при этом вопрос а можно ли стрелять если оружие предназначено для правшей почти всегда праворукий шовинизм сделал так что оружие делается для правшей и даже те кто лишь и переучиваются на удержание под правую руку так вот он упирает оружие в левую руку но при этом орудовать продольно скользящим затвором можно вполне без проблем другое дело что фильме и дальше это тоже видно у него неправильно установлена щека подщечник на прикладе установлен под правшу он нужен для того чтобы правильно позиционировать свою голову относительно прицельного приспособления так вот у него на прикладе он установлен под правую сторону а левше было бы просто неудобно использовать его а эта винтовка не его а реквизит фильма он стреляет из полуавтоматической крупнокалиберной винтовки барретт и она полуавтоматическая это значит что цикл перезарядки происходит в полуавтоматическом режиме вы нажимаете на спусковой крючок происходит выстрел и автоматика досылает следующий патрон экстрагирует старую гильзу в его случае он каждый раз дергает затвор рукой и вручную перезаряжает но я не считаю что это косяк фильма потому что никакое оружие не является идеальным любое оружие любая техника может сломаться скажем если ломается шток или трескается ломается газоотводная трубка то цикл перезарядки может не осуществляться и сломанное оружие приходится перезаряжать вот так вот вручную в том же телеграме был вопрос можно ли попасть в такую баночку с расстояния 1600 метров какая бы там винтовка хорошая не была но я думаю что вероятность крайне низкая да действительно есть разные рекорды и стреляют даже на 4 мили стреляют по очень большой мишени который измеряется не сантиметрами измеряется метрами это большущая мишень в которую попадают даже не с первого раза а вот этот момент повлияет дальше на ход событий хотя здесь он мельком показан когда наш герой достает затвор извлекает из него ударник иглу бьющую по капсулу без такой штуки выстрелить невозможно но этот момент повлиял не только на ход этого фильма но также и на меня когда я езжу на соревнования когда я посещаю матчи со своим собственным оружием оставляя в гостинице оружие я достаю затвор и ношу с собой без затвора стрельнуть невозможно а когда я уезжаю из дома на долгое время то из всего своего оружия я достаю ударники и прячу их в отдельном месте потому что металлический сейф да хранится в сейфе но сейф можно вскрыть и оружие достать и я чтобы был спокоен всегда извлекая ударники так что честно говорю что этот фильм повлиял на меня и я делаю то что сделал герои в этом фильме далее продажный полицейский ведет диалог с героем и герой замечает что у полицейского открыта кобура может быть у полицейского она открыта из-за того что он безалаберны что он невнимательный но скорее всего он сам ее открыл потому что планирует буквально через несколько минут использовать пистолет и застрелить подставного стрелка так вот когда главный герой замечает открытую кобуру это показательно дело в том что если ты долго чем-то занимаешься то начинаешь видеть гораздо больше чем окружающие но например если вы например стоматолог то разговаривая с человеком наверное заметите что у него там виниры стоят хотя какой-то другой человек может даже не знать что такое виниры так вот люди которые много стреляют или носят оружие скрытно или долго работают с винтовками они всякие такие мелочи замечают которых не замечают другие в том числе например наметанный глаз видит скрыто спрятанное оружие он знает те места где находится обычно такое оружие и по силуэту по поведению может определить если оружие у человека или нет даже если он прямым взглядом этого не увидел так вот открытая кобура всегда бы привлекла и мое внимание я бы может быть сказал может быть не сказал но точно бы заметил и уже в другом моменте где волберг еще не видя ружья но понимая что она там есть и по поведению героини понимая что у нее за стеной находится ружье он правильно замечает что ружье быстро не выхватить и будь на его месте какой-то грабитель убийца или злонамеренная личность то она пожалуй бы не сумела воспользоваться ружьем потому что пока его достанешь направишь слишком короткой дистанции здесь сподручнее был бы пистолет а может быть даже нож нож я посмотрел бы как она устроила там на пятачке ножевой бой что касается автоматизированной винтовки которая стреляет на дистанционном управлении и стреляет точно и вот как это показано в кино я думаю что это возможно это уже давно развивается эта технология реальная сейчас например на многих современных броневиках оружие вынесено отдельно там нету стрелка и управляется но по проводу в фильме шакал американском фильме там тоже крупнокалиберный пулемет было дистанционном управлении дело в том что я считаю что это слишком громоздко в принципе если они задумывали такое преступление то все равно за этой машиной нужно следить ее нужно установить ее нужно извлечь ее нужно тащить представьте происходит покушение на президента там находится огромное количество спецслужб а у вас народ тащит сошки огромную ствол какую-то оптику непонятную грузит все делает это секретно это привлечет гораздо больше внимания чем просто человек с винтовкой что я думаю для фильма может быть для какого-то устрашения это имело смысл делать а в принципе лучше бы наверное сработал бы какой-то другой стрелок нежели вот такой вот механизм также я считаю достаточно правдоподобной сцены где полицейский стреляет и не попадает он плохо держит пистолет он скачет у него в руках он попадает но не так как нужно дистанция была маленькая и предполагалось что любой дурак с такой дистанции сможет застрелить подставленного человека снайпера а тот не смог и почему это соответствует действительности потому что полицейские очень часто несмотря на стереотипы плохо владеют оружием им это часто не интересно они сосредоточены на другом служба их не состоит только в том чтобы стрелять некоторые полицейские вообще не стрелять за всю свою жизнь то же самое может касаться и военных и некоторые даже спецслужбы это их не основная задача стрелять их основная задача служить поэтому частенько на стрельбах когда я например видел когда полицейские сдают зачеты классические свои упражнения они не могут попасть в мишени вообще не то чтобы в десятку они вообще не могут попасть в бумагу потому что сильно сдергивают некоторые путаются не знают как включить выключить предохранитель агент фбр показывает мишень на 900 метров собравшую кучу то есть группу попаданий куча это сленг стрелковый собравший группу попаданий три с половиной сантиметра на 900 метров я не возьмусь сказать возможно это или невозможно если вы что-то знаете о снайперском оружии или знаете такие случаи пожалуйста напишите в комментариях можно ли собрать три с половиной сантиметра на 900 метров хоть какой-то винтовкой хоть каким-то патроном я не знаю также этот фильм забирает у меня хлеб поскольку делает стрелковый разбор самого себя фбр ведь говорит что снайперы не вытаскивают ствол за пределы окна и стреляют из глубины комнаты совершенно оправданно действительно так вот этот момент не мог мне не понравится когда главный герой берет винтовку первое что он делает это проверяет патроник на наличие патрона то есть он проверяет оружие не заряжена ли она если она заряжена то можно взять случайный выстрел это совершенно нормальное действие любого опытного стрелка как выстрелить из одной винтовки чтобы следы точно указывали на другую это возможно хотя таким уже давно не занимаются а вот дискуссионный момент о том как старых снайпер рассказывает как можно подделать одну пулю и представить его выпущены из другого ствола то есть выдать один выстрел за другой одни следы на пули за другие пуля обертывается бумагой бороздки на отстрелянной пули не повреждаются при выходе из ствола бумага разворачивается и следов не остается и это можно сделать якобы с помощью оборачивания пули в бумагу и после этого когда ты выполняешь выстрел она не приобретает новых следов и со старыми следами летит туда куда-то в цель где можно найти на самом деле это конечно не то что сомнительно я думаю что это ну полнейшая выдумка поскольку когда пуля ходит в канал ствола она там не свободно болтается иначе бы она нормально или не летела раздвигаясь по краям ствола входя в нарезы и по ним уже далее следует по стволу естественно если взять пулю стрелянную да ее можно зарядить ей можно выстрелить но она приобретет новые следы соответственно старые следы смешаются снова ну еще один неправдоподобный эпизод стрельба из винтовки 22 калибра через бутылку наполненную тряпками и вот такая точная стрельба где он попадает в голову где он попадает с качающейся лодки это конечно полная ерунда наверное нет же смысла объяснять если пуля вылетит из ствола но при этом заденет пластик и материал то никакой точности речи не будет или надо сейчас надо найти прям именно ту к литровую герой марка волберга использовала старую канадскую винтовку куи 22 калибра сама винтовка довольно тихо и зачем было на ней использовать глушитель особенно стреляясь дистанции 180 метров шансы что у тебя услышат очень-очень невелики даже интересно что профессиональный снайпер консультант этого фильма согласовался режиссером что надо стрелять с качающейся лодки середины озера со старенькой винтовки 22 калибра на дистанцию 180 метров с рук он это согласовал для хорошей винтовки 22 калибра 100 метров не проблема 200 метров и даже 300 метров вполне нормальная дистанция я никогда бы не сказал что нельзя попасть дело и в том чтобы нельзя попасть а в том что при условиях указанных в кино попасть нельзя как я говорил винтовка очень тихая можно не надевать наушники стреляя из нее буду стрелять специальными патронами с высокой кучностью которые предназначены для винтовок они для пистолетов бывают разные патроны в том числе и дешевые некачественные для короткого ствола и чтобы мой тест оказался корректным я взял патрон их покачественней от известной компании seller билот винтовку куи мне ясное дело взять негде но и моя довольно хорошая фильмы показана стрельба через бутылку я думаю что это сильно ухудшит кучность стрельбы полноценном глушителе пуля проходит камеры без контакта с внутренней поверхностью самодельном глушителе из бутылки пуля потеряет стабильность проходя через тряпку любой контакт с посторонним предметом неминуемо будет отклонять пулю от первоначальной траектории если для стрельбы в упор это не так важно то стрельбе на 180 метров это критично сначала я собирался стрелять на 180 метров но казалось что с бутылкой ни одна пуля несмотря на десятки выстрелов бумагу не попал поэтому пришлось сократить дистанцию всего лишь до 50 метров но для наглядности сделаем 5 выстрелов без бутылки и посмотрим какая группа попаданий собралась итак все пять попаданий уверенно уложились 5 рублевую монету теперь те же пять выстрелов только через бутылку первая пуля вообще улетела неизвестно куда стреляем дальше и нахрена проверял я же так знал а далее следует топовый момент в этом фильме мне он понравился больше всего что касается этого мудреного устройства который фиксирует руку якобы для того чтобы расположить его под правильным углом для выстрела самого себя для имитации самоубийства это очень странно поскольку можно и без помощи этого устройства сделать правильный угол ну и самое главное ничего что у него живого места на теле нет лицо разбито ничего что он накачан наркотиками это как бы не заметят как в том анекдоте про штирлица 17 ножевых ранений в спину наверное самоубийство подумал штирлиц можно ли научить человека стать снайпером за одну тренировку все возможно в этом мире и наш фберовец имеет определенные навыки он прошел курс стрель но за одну тренировку научить стрелять из снайперской винтовки это очень непросто я был на соревнованиях по снайпингу например 10 лет назад имел очень слабое представление о стрельбе из винтовки на дальнюю дистанцию меня положили дали винтовку сделали все выверки и все что нужно было сделать совместить крестик и плавненько нажать плавный спуск ровная мушка и ты должен попасть но снайпер это не только человек плавно нажимающий на спусковой крючок дело в том что снайперская стрельба она очень многообразна это ситуация в которой он оказался сопряжена не только со стрессом но и со стрельбой в нестандартных ситуациях кроме того например сделав выстрел отдача уведет ваш прицел из того места куда вы прицелились и чтобы навестись снова особенно с большой кратностью нужно иметь правильный навык или скажем не существует так называемая подработка если ваше плечо не умеет работать с прикладом вы делая выстрел ожидая этого выстрела немножко сместите его и перед самым выстрелом незаметно для вас сместите и ствол с линии прицеливания в итоге промахнетесь и куча всяких таких моментов от умения пользоваться оптическим прицелом дальномером баллистическим калькулятором понимание ветра понимание ситуации и знания боеприпасы это бесконечный список в общем эти ребята снайперы они свое дело знают и это сложная вещь которому нужно учиться месяцы как минимум а лучше годы года три назад на нашем канале был топ стрелков тех голливудских актеров которые по-настоящему умеют обращаться с оружием и среди них был марк волберг и он действительно очень хорошо умеет обращаться с оружием но тем не менее я сделал замечание что стреляя с коллиматорным прицелом совершенно не обязательно закрывать второй глаз именно коллиматорный прицел для того служит что можно видеть все вокруг иметь широкое поле зрения точечку и по ней стрелять это очень удобно двумя открытыми глазами пользоваться прицелом после этого люди в комментариях меня просто замучили во первых они утверждали что это не коллиматорный прицел оптический в те времена коллиматорные прицелы были достаточно громоздкими большими может быть вам они могут напомнить оптический прицел эта модель называется aim point комп м2 но с другой стороны почему бы ему и не закрыть глаз ну окей хорошо закрыл глаз и человека астигматизм в глаз что-то попало или он просто привык работать с оптическим прицелом так хотя снайперы многие снайперы которые пользуются оптикой несмотря на то что это оптический прицел с большой кратностью все равно второй глаз держит открытым но это требует навыка короче говоря это не самый прекрасный не самый показательный момент мастерства ну ничего страшного в этом нет с другой стороны он при стрельбе часто жмурится опытные стрелки чаще всего не жмурятся поскольку они как та самая собака они привыкли к стрельбе они привыкли к шуму к реакции на выстрел и у них глаза сосредоточены на мишени может быть это удивляет кого-то но с другой стороны вспомните боксеров или те тех людей которые занимаются единоборствами они дерутся в лицо им летит удар они при этом не моргают они все время сосредоточены на своей собственной мишени можно и поджечь бочку с помощью выстрела это сделать сложно но есть специальные патроны бронебойно-зажигательные которые действительно могут поджечь объект канистру или бочку на винтовке у него установлен прицел мст и us optics это десятикратный прицел а тот зум то приближение которое показывает кино не соответствует действительности а вот в этой предпоследней перестрелки показан выстрел опять на очень большую дистанцию он попадает в палец палец на такой большой дистанции опять попасть все возможно но это навряд ли и еще я замечу что он так смело рискнул своей дамой сердца так что здесь это скорее больше отсылка к вестерну кстати говоря и следующий эпизод где фб ровец снимает себя импровизированную металлическую броню бронежилет который на самом деле просто кусок металла это во первых рабочая штука поскольку пуля на излете имеет гораздо меньше энергии если этот лист металла легко пробьется насквозь при стрельбе на достаточно близкую дистанцию скажем на 100 метров но если дистанция больше то пулю уже может и не пробить да будет за преградное действие будет очень больно это железка явно не бронежилет она не предназначена для этого но тем не менее она все равно должна сработать опять же это отсылка и к вестерном и ко всеми любимому фильму назад в будущее у меня для вас небольшая викторина я сказал что на дальней дистанции пробить вот эту железку было бы сложнее вот вопрос почему скорость пули падает из-за гравитации из-за сопротивления воздуха из-за эффекта кориолиса скорость пули на самом деле не падает она разгоняется напишите обоснованный ответ в комментариях этот фильм не обошел старый добрый снайперский штамп про точный точный выстрел через оптический прицел но оптический прицел является одновременно и защитой для стрелка да если дистанция маленькая то через оптический прицел мощная пуля может разрушить оптический прицел и убить стрелка но вряд ли она пройдет вот так вот внутри разбив только стекло прицел вообще когда разлетится в щепки и пуля скорее всего тоже фрагментируется и ущерб будет нанесен фрагментами пули но вообще скорее всего прицел просто возьмет и остановит пулю уже не говоря о том что пуля на большой дистанции будет лететь сверху вниз она не может лететь в проекции самого оптического прицела это лазерный луч прямой а пуля уже будет опускаться и если она попадет в линзу то выйдет она где-то из середины оптического прицела не обошлось и без другого штампа о снайперах где демаскировка происходит из-за зайчика когда отблеск от линзы вашего оптического прицела выдает вашу позицию и по нему уже производится выстрел да такое действительно случается но не обязательно это ставить в каждый фильм при этом существуют специальные бленды которые убирают этот отблеск или можно и воспользоваться простой сеточкой а в следующей сцене мы видим акт превышения пределов необходимой обороны где состояние аффекта героиня стреляет четырежды из пистолета беретта f92 злодея но почему-то на затворную задержку становится пистолет хотя сделано четыре выстрела это возможно если злодей у которого этот пистолет был забран взял с собой в магазине только вот четыре патрона и вообще магазин вмещает 15 патронов в сцене с прокурором стрелок заряжает патрон в патронник прицеливается щелкает выстрела не происходит и он говорит что всегда вытаскивает ударник из затвора и что отсутствие можно найти только с микрометром я не совсем понял причем здесь микрометр отсутствие или наличие ударника можно просто глазами увидеть или даже нащупать действительно без ударника выстрела не произойдет главный герой как всегда не оборачиваясь на взрыв идет с уверенным лицом а в конце уезжает с красавицей в закат давайте вместе выберем наш следующий стрелковый разбор заходите к нам в telegram и голосуйте